В Краевом центре стартовал открытый чемпионат по парусному спорту Кубок Амура. В соревнованиях приняли участие 8 экипажей по 6 человек. В течение пяти дней яхтсменам предстоит пройти путь протяженностью более 400 километров. От Хабаровска до города Комсомольск-на-Амуре. В основном семейные команды. Да не с Комсомольска, это, наверное, везде во всем парусном мире у нас. Сколько не ездил я по городам, соревнования везде, крейсерские яхты. Это в основном семейные экипажи, дети, жены, братья, сестры. Алексей Жук, участник соревнований, инженер по профессии. Он уже более 20 лет курсирует по руслу реки Амур. Свою крейсерскую яхту под названием «Роса» еще в 90-х яхтсмен построил практически своими руками. Это яхта «Самострой». Я строил, по-моему, я четыре строил вместе. Строили Комсомольск-на-Амуре. Собавались банды такая, из четырех человек. Начали строить, построили. Это было уже 25 лет назад. По словам участников гонки, крейсерские яхты при попутном ветре разгоняются до 15 миль в час и за день могут пройти до 70 километров. Соревнования проходят в несколько этапов с промежуточными финишами. Выставляется определенная визуальная финишная линия, которая оговорена в гоночной инструкции. Спортсмены, каждый знает, где она находится. И стремится к ней как можно быстрее дойти. И мы настоим на финише и беспрецедентно или как бестрастно судим их за нарушение всяких правил. В Хабаровском крае впервые Кубок Амура состоялся более 35 лет назад. Самым протяженным маршрутом за всю историю гонок был путь от Краевого центра до Николаевска на Амуре. В этом году парусная гонка завершится 12 июня в День России в Комсомольске на Амуре.